Казак Я был всегда солдат и офицер. И так я боролся против тех, которые взяли оружие, чтобы убить всех других чилийцев. Понимаете? Так что, когда я имел связи с ними, я себя вел как офицер. Михаил Семенович уверен, казаком надо родиться, казаком надо стать, казаком надо быть. Это большой долг быть казаком, потому что, так как я говорил, быть казаком, нужно чувствовать это, нужно жить как казак, нужно работать как казак и уважать как казак. Древний казачий род Красновых полностью этой заповеди соответствует. Первым, кто прославил его, стал Иван Казмич, сын простого казака. Он дослужился до генеральского чина. Воевал под командованием Суворова, Кутузова, Платова и погиб в бою под Колотским монастырем за два дня до Бородинской битвы. Когда в 1904 году 17 донским полкам присваивали имена почетных шефов, то вместе с именами Суворова, Кутузова, Платова и Потемкина одно из казачьих соединений назвали в честь генерал-майора Ивана Кузнеча Краснова. Его потомки, братья Красновы, не менее известны. Андрей – первый донской казак, совершивший кругосветное путешествие, создатель Батумского ботанического сада. Младший брат Андрея Платон, поэт и переводчик, был женат на писательнице Екатерине Андреевне Бекетовой, родной тетке Александра Блока. Самый прославленный из братьев Петр Николаевич Краснов пошел по стезе предков, поступил на военную службу. Именно он в октябре 1917, когда власть в Петрограде захватили большевики, стал на тот момент единственным военачальником, оказавшим реальное сопротивление советам. А в 1918 году стоял у истоков создания независимого казачьего государства – Всевеликого войска Донского. Его троюродный брат Семен Краснов – герой Первой мировой войны. После Октябрьского переворота участвовал в знаменитом кубанском лезяном походе, а в 1920 возглавлял личный конвой генерала Врангеля. После поражения братья Красновы, как и многие казаки, изгнанники. Нападение Германии на Советский Союз стало для них продолжением гражданской войны. Многие верили, что немцы освободят Россию от большевиков, поэтому по разным подсчетам, тех, кто с оружием в руках принял участие в боевых действиях на стороне Германии, насчитывалось до полутора миллионов человек. Краснова возглавили тогда главное казачье управление. В мае 1945 в австрийском городе Льенце вместе с несколькими десятками тысяч казаков и мигрантов все мужчины из рода Краснова были выданы англичанами советским полостям. Петр Семенович Краснова в 1947-м тазнины, остальные погибли в ГУЛАГе. Кубанской казачке Дине Марченко жене Семена Краснова удалось избежать страшной участи. Сын Краснова Марченко Михаил родился уже в лагере военнопленных, откуда его мать и бабушка смогли выехать в Чили. Когда мы приехали сюда, в эту страну, я имел год, год с половиной. И во всей моей жизни, до 14 лет, я ничего не знал насчет военных, сейчас и в Чили. И вдруг моя бабушка, всегда бабушка, вы знаете, вдруг моя бабушка спросила меня, ты хочешь быть кадетом, военным кадетом? И как предки Михаил Семенович Краснов выбирает военную карьеру. Несмотря на сопротивление матери, он поступает в военное училище и блестяще его заканчивает. Сын и внук казаков с легкостью адаптируются к своей новой жизни. Он стал таким же чилийцем, как и другие. От предков ему передались чувства долга и любовь к родине. Как и все чилийские военные, лейтенант Краснов остро воспринимает ситуацию, сложившуюся накануне гражданского противостояния. Коммунистическое правительство Альенда уже не справлялось с ситуацией в стране. Начинался голод. Чили охватили незаконные запастовки, захват земель, недвижимости и несанкционированные демонстрации терроризм. К началу 70-х здесь находилось уже около 20 экстремистов из разных стран. Насчет политики это не наше дело. Но в то время весь чилийский народ просил, пожалуйста, вы, военные, сделайте что-нибудь, потому что это уже ужасно все, что случается с нами здесь в Чили. Голод, убийство, терроризм. В сентябре 1973 года левый режим доктора Альенда в Чили был свергнут военными. Лейтенант Краснов, как и другие военнослужащие, активный участник техдраматических событий. Его выделяет личное мужество, честность и умение найти выход из трудных положений. Не случайно генерал Пиночет доверяет ему самое ответственное направление – борьбу с терроризмом. Взрывы на предприятиях, транспорте, нападения на банки, убийства мирных граждан в то время были в Чили распространенным явлением. Радольфу Конча тогда исполнилось 19 лет. Его командиром стал Михаил Семенович Краснов. Он был офицером чрезвычайной самодачи, очень требовательным командиром и великолепным аналитиком. Часто приходилось видеть его за чтением. Михаил Краснов мог часами разбираться в сложной паутине деталей и документов, пока не находил ключа к последующим шагам. Честно говоря, и мы, подчиненные под его руководством, работали на износ. Время было такое. Ему было в то время 26 лет, а мы совсем еще молодые парни. Мне было 19. Тем не менее, для нас он был как отец. Очень требовательный, но в то же время заботливый. Сегодня в этом местечке Сантьяго спокойно. Но именно здесь, в октябре 1974-го, произошло событие, которое потрясло не только Чили, но и весь мир. Группой Мигеля Краснова был обнаружен и ликвидирован лидер известной террористической организации «Мир» и Мигель Энрикес. Он координировал в то время все террористические акты южноамериканского континента. На его счету гибель тысячи мирных граждан. Позднее в прессе написали, что сюда прибыл целый батальон. На самом деле, бой приняли на себя только мы, группа из пяти человек. Самому старшему из нас было 27 лет. У боевиков было не только численное, но и боевое материальное превосходство. Если бы они вовремя заметили, что в нашем вооружении всего лишь револьверы и пару автоматов АК, скорее всего, я бы сейчас здесь не стоял. И никто из нас не смог бы пересказать того, что произошло. Итог этой успешной боевой операции – медаль за мужество. Самая высокая награда вооруженных сил Чили, которой до этого не награждали уже сто лет. Для Михаила Семеновича эта награда дорога вдвойне. Его предок Петр Николаевич Краснов за боевые заслуги получил орден Святого Георгия Четвертой степени, который по своему статусу очень близок к чилийской медали за мужество. Сегодня эти награды хранит жена Михаила Семеновича Мария. Сам Михаил Краснов находится в заключении. Левые, вернувшись к власти в 1989-м, приступили к различным судебным разбирательствам над всеми безразбора военными, кто служил на стороне Пиночета. Сегодня открыто уже более тысячи процессов против военнослужащих, среди которых находится и Михаил Краснов. Дело в том, что мы боролись за свободу всего этого народа. Мы не боролись, чтобы военные вышли управлять эту страну. До сих пор Михаилу Краснову не было предъявлено ни одного единственного конкретного юридического доказательства вины. Михаил Краснов был приговорен на основе подозрений в предполагаемом совершении предполагаемого преступления. Три раза в неделю я так же, как и он, вместе с ним провожу время в тюрьме в качестве заключенной, в полной изоляции от внешнего мира, от моих детей и внуков, от происходящего в этот момент в моей стране. И даже когда я выхожу из тюрьмы, продолжаю чувствовать себя за ее стенами, находящейся в заключении, так как рядом со мной нет моего дорогого мужа. Вот уже более 40 лет Мария и Михаил Красновы вместе. Ни разу не были в России, но традиции казачества сохранили. Их передала вместе с семейными архивами бабушка Мигеля, участница ледяного похода Мария Марченко. В картинах, которые рисует жена Михаила Семеновича, русская тема присутствует постоянно. Я считаю и надеюсь, что будущее моего сына Мигеля Краснова и моего внука Николая Краснова должно быть спокойным, счастливым и свободным. Я хочу, чтобы в их жизни никогда не было места стольким лишениям и самопожертвованием, которые перенесли предыдущие поколения Красновых, включая моего мужа. Казак Михаил Краснов, как и его предки, может гордиться своей жизнью и профессиональной карьерой. Военная академия вооруженных сил, где он вошел в десятку лучших выпускников, затем международные курсы усовершенствования офицеров генерального штаба. Позднее, уже в Чили, в 1991 году, при новом правительстве, Михаил Краснов стал первым офицером, представленным к знаку отличия президент республики. Его личность настолько популярна, что о нем написана книга. Когда начались судебные процессы, у офицера Краснова был выбор. Принять российское гражданство, но отказаться от чилийского и остаться свободным, или сесть на скамью подсудимых. Он предпочел последнее. Тысячу раз. Если я умру и снова родюсь, снова буду военным. Для казака, я думаю, что очень важно быть свободным человеком. Как результат вынужденного вмешательства вооруженных сил и принятых военным правительством мер, в Чили были заложены необходимые основы. Эти меры и основы эффективны и до сегодняшнего дня. Даже последующие гражданские правительства, возглавляемые левыми партиями, были не в состоянии внести какие-либо изменения в реформы, социальную и экономическую модель и систему, созданную военным правительством Августа Пиночета. Все последующие достижения в экономической и социальной жизни этой страны основаны на фундаменте, заложенном благодаря чилийским вооруженным силам. Продолжение следует...